Зумба Зумба До сегодняшнего дня был нормальный, хороший темп, чтобы совмещать это с остальной жизнью. Сегодня была Зумба, до сих пор отдышаться не могу. Владимир, дизайнер, женат, двое детей. От проекта ожидает преображение и хорошего времяпровождения. Очень активный танец, эмоциональный, 50 минут просто беспрерывного движения. Мы отдавались ему по полной, отдавали энергию и получали удовольствие от всех участников и от преподавателя Екатерины. Было очень здорово. Зумба Да, я все люблю, когда появятся танцы, которые для меня новые. Зумба я тоже очень люблю, потому что это латиноамериканская основа. Поэтому такие движения задорные, плечи, руки, все, весь ход. Девочка, Катя, вообще такая, не столько энергии, она на всех зарядила. Поэтому, ну, просто супер занятие мы вообще. Мокрые, довольные, физливые, просто классно. Супер. Из всех участников я бы особенно хотела выделить Зарину. Видно, что она занималась, мне кажется, немножко было у нее в жизни зумба, потому что она сразу ловила мои движения и очень понравилась муза. Она сама просто очень обаятельна и также у нее очень хорошо получались мои движения. Это был самый динамичный и ритмичный танец из всех, которые мы прошли за эту неделю. Это был такой пик. Нас потихонечку подготавливали с самого простого и спокойного до такого интенсива. Это реально кардио-упражнение, сочетаемое с музыкой, с динамикой, с хорошим настроением. Да, сегодня было, конечно, нечто, потому что у меня здесь ходит приятельница, вот голодан, станцует. Мои коллеги, они говорят, если ты попадешь к Кате, ты не будешь отдыхать ни секундочки. Это реально все не так. Катя, конечно, вообще, она мастер своего дела. Мы не отдыхаем, но в то же время такая усталость, она приятная, ободрячая. Ну, это драйв, реальный драйв. Понятно, что мы, как всегда, не успеваем попадать в движение, но при этом главное чувство ритма иметь и, в принципе, можно танцевать. И потом я вот лично сама себе давала поблажку, потому что это все-таки большие кардио-нагрузки. Потому что, если безостановочно, уже не то, что голова там кружилась, но, по крайней мере, темнело пару раз у меня в глазах, я подумала, нет, главное не свалиться. А так, конечно, ощущения положительные и позитивные. Во-первых, я немножко подготовилась морально, то есть я посмотрела в интернете, как это выглядит со стороны, что мне предстоит. И в то время, когда, может быть, проще сказать, нет, я не могу, но, наверное, эффективнее, скажу, да, я смогу просто подготовиться морально, и вроде получилось. Хорошо получилось. ochло полтора Субтитры сделал DimaTorzok